В Твери на улице Софии Перовской автомобиль под управлением 35-летнего водителя сбил двух 15-летних девочек, передвигающихся на электросамокате. Пострадавшие с места происшествия доставлены в детскую областную больницу. В Кимрах организована проверка об оказании в загородном лагере услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 6 июня в программе федерального телеканала показан сюжет об оказании в загородном лагере, расположенном в деревне Нутрома Кимрского района, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В эфире сообщалось, что сотрудники детского лагеря разместили детей в холодных палатках при почти нулевой ночной температуре. На место выезжали сотрудники Кимрской межрайонной прокуратуры. Прокуратурой с учетом заезда первой смены детей на отдых в МАУ в загородный лагерь Салют организована совместная проверка с контролирующими органами, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-педагогического законодательства, связанные с организацией отдыха детей, их размещением в корпусах лагеря. По результатам проверки будет дана оценка деятельности полномочных должностных лиц и принятые соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные на оперативное устранение нарушений прав, пребывающих в лагере несовершеннолетних. В целях оперативного восстановления нарушенных прав перед учреждением и органами власти поставлена задача в кратчайшие сроки провести соответствующие мероприятия по организации отдыха детей, их размещения в корпусах лагеря. Ход проверки прокурор области Сергей Лежников взял под личный контроль. Ситуацией в детском лагере заинтересовались исследователи регионального следственного комитета. С целью всесторонней проверки данных, прозвучавших в эфире телеканала, следственным отделом по городу Кимра, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.